канал за гет поступил такой вопрос зачем молиться если все происходит по воле божией ну начнём с того что духовная жизнь это живая творческая жизнь и в ней всегда участвует господь и человек не только господь но и человек то и в идеале воля божия сопрягается с волей человека то есть человек живет не по своей воле по воле божией он выбирает это добровольно ему трудно это выбирать он проходит свой путь духовного роста этот путь есть путь спасения путь духовной жизни и на этом пути человек нуждается в помощи божией здесь как в любой жизни живой жизни необходим диалог ведь господь данным говорит и мы слышим его слышим его в заповедях слышим его по учению святой церкви господь говорит через совесть через ангела-хранителя через своих святых но тем не менее диалог подразумевает и ответ человека на то что господь говорит ему поэтому господь дает такой заповедь бодрствуйте и молитесь чтобы не пать воскушение господь говорит что просите дано будет вам ищите найдете стучите творят вам то требуется активность человека требуется вовлеченность человека в духовную жизнь в отношении с богом то есть это не просто пассивное подчинение тому что господь дает это активное принятие так сказал активное принятие воли божией активное принятие заповеди божией свободное активное благодарение богу за все что он нам делает поэтому без молитвы невозможно любовь богу без молитвы невозможно приблизиться к богу если мы не будем молиться будем далеки от бога как небо стоит от земли так и мы отстоим от от него если не молимся а простая молитва самая простая господи помилуй уже приближает нас к нему а приближая соединяет а и соединяя меняет нас потому что господь есть любовь и мы приближаясь к богу тоже заражаемся этой любовью и душа наша загорается тем огнем божьей благодати который дает нам господь поэтому молиться должно и нужно внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео оцени подпишись и подпишись и проявляемого изменения оценивая у зрения в крем-пах в рамках Продолжение следует...